Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Добрый вечер! Процесс по обеспечению жителей района плодопитомника электроэнергии по поручению президента на стадии завершения. На сегодняшний день установлено более 20 опор линий электропередачи. Осталось смонтировать распределительную сеть. Подробности в репортаже Анжелы Кукоевой. Совершаются работы по проведению электроэнергии в частный сектор на территории плодопитомника. Работники энергоресурса уже установили свыше 20 опор линий электропередач высокой и низкой напряженности. Другой уровень напряженности в 6 килограмм и на 10 килограмм. Первым по 10 килограмм он уже был задизначен. Требенство северностям, тель-ройвозжистям. И обумпрустутся федисм, обумпрусты, хорослошистами, слагсканистами, наблоктах северностям. Жилищное строительство в западной части столицы только набирает обороты. Не хотя из-за отсутствия электроснабжения некоторые установили солнечные батареи, все же такой способ не обеспечивает дома электричеством в полном объеме. Однако проблема решаема. Уже разработана схема электроснабжения. Осталось смонтировать распределительную сеть. Работы по обеспечению жителей района Владопитомника электричеством ведутся по поручению президента республики Алана Гоглоева. Ранее они обратились с коллективным письмом к президенту. Он на месте ознакомился с ситуацией и дал соответствующие поручения. Анжела Кукоева, Альдина Чихоева, Аксана Татайва. Информационный выпуск сегодня. У представителей югостинской молодежи появилась возможность изучения языков Армении. Отбор участников проводился по итогам участия в конкурсе Научного центра Российской академии наук. В числе победителей и сотрудник Югостинского научно-исследовательского института Яков Хитагуров. Он отметил уникальный шанс знакомства с архивными документами, которые в дальнейшем поспособствуют в изучении истории Осетии. Агунда Губозова продолжит тему. Группа ребят из Южной Осетии поедет в Армению изучать древнеармянские и современные армянские языки. Молодые ученые стали победителями конкурса Научного центра Российской академии наук. Отбор участников, которые в течение двух лет будут учиться в Армении, длился около месяца. Результаты стали известны на итоговом заседании комиссии в конце июня, в состав которой вошли историки-лингвисты и филологи. В числе победителей и молодой сотрудник Югостинского научно-исследовательского института Яков Хитагуров. Как подчеркнул сам Яков, на участников возложена большая ответственность, и в то же время перед ними открываются широкие возможности по изучению истории Осетии. Это большая ответственность на самом деле, потому что на нас возлагают большие надежды. У нас нет даже малейшей возможности как-то не исполнить тот долг, который на нас возложен. Но мы рады, это большой стимул, потому что, знаете, в армянских хрониках, которые до сих пор не раскрыты, хранится очень-очень-очень много, так скажем, секретов, тайн, которые еще предстоит разгадать. При отборе кандидатов особый акцент ставился на знание осетинского языка. В первую очередь упор в ходе работы в архивах будет идти на поиск образцов оландского языка и тем более оландской письменности. Я вам даже больше скажу, наш спонсор Кахабр Владонович обозначил, что в случае, если в ходе исследования будут какие-то открытия в поиске, например, оландского языка и так далее, то молодым специалистам еще помимо того, что им оплачивают и стипендию и прочее, будут выплачиваться в достаточно крупных суммах поощрения и бонусы. По завершении магистрской программы у ребят будет возможность работать с рукописями, хранящимися в архивных учреждениях Армении. Есть вероятность, что там содержатся рукописи, которые прольют свет на множество вопросов, касающихся наших предков Алан, оставивших след не только в истории кавказских народов, но и народов Европы и Азии. К сожалению, мы сталкиваемся иногда с такой проблемой, что нас почему-то здесь считают, нас автохотонных кавказцев, Азии нас считают чуть ли не пришельцами. История Южной Осетии, особенно последняя история, это история борьбы за свое выживание, потому что нас здесь хотели выставить гостями. Но я более чем уверен, что в этих архивах находится та самая информация, благодаря которой мы можем перед всем миром обозначить наше самое законное пребывание на вот этой самой территории, и обозначить, что это наша земля. Как добавил Яков, им также была оказана финансовая помощь. Спонсор Чибировка Хабер Платонович, он меценат, он оказывает помощь всем, кто к нему приходит, очень такой порядочный, достойный человек, патриот, сам он окончил исторический факультет с отличием в Аладе-Кавказе. И, конечно же, он взялся за это дело, он обеспечивает нас, то есть тех, кто поедет в Армению, всем необходимым. Из Южной Осетии учиться в Армению едет еще один представитель, студент ЮОГУ. Субтитры создавал DimaTorzok Ранее в ходе рабочей поездки делегаций Владикавказского научного центра РАН во главе с Алексеем Чибировым в Армению были достигнуты договоренности сотрудничества с научным центром Армении. Агунда Губозова, Рауль Кочев, информационный выпуск сегодня. В нашем следующем сюжете расскажем о человеке с огромным стажем работы. Шесть десятков лет Федосия Ванеева посвятила выбранной профессии, а именно ветеринарии. Несмотря на почтенный возраст, она полна энтузиазма и всегда готова оказать помощь. За добросовестный многолетний труд Ванеева удостоена высокой государственной награды. Президент Алан Гоглоев вручил ей орден почета. Алена Оттаева подробнее. Федосия Ванеева ветеринар с большим стажем. Более 60 лет она служит своей профессией, верой и правдой. На ее счету сотни вылеченных животных. Работа хоть и не из легких, но Федосия никогда не пожалела, что стала ветеринаром. После школы она поступила в сельскохозяйственную технику. Затем продолжила учебу в пединституте на факультете биологии и химии. Ах, ящи дистан, ма кастер-хои, ма. Схейн, ма. Техникум ма дам есэнч. Ма, му, сиздавад кудтам. Техникум ма. Шивода, я ками дар тенг назидту, селхозудис, ма, селхозварстам, ма. Амуд, сиздавад кудтам. Па, шахуржи кудтв, шиппаразы. Техникум находан в 63-й азе, 15 августа. Хе, ма, дочке в Техай, аиста санитарка. Бо, джимая феста, ма, копеттой, швозанку сагдануэт, начальник дезинфекционного отряда. 60 лет куста нею профессионал. Федуси Ваниева родилась, когда началась Великая Отечественная война. Отец погиб на фронте, и матери пришлось одной воспитывать семерых детей. Федуси вспоминает, что, несмотря на тяготы, все всеми поддерживали друг друга. И самое главное, дети мечтали выучиться. Ма, 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 захта, не шешу ханапа, паачан, ва, ва, фанда, гвэхедагара зуд шарды, ма, е, улдар, а, ха, хоро, паста, пашедастам, автосбаллондар. Ва, ла, гурнисай, амбрита, ва, ла, гурнисмал бушедастам. Ама, фанды ми тоди, фанды, као, да, ва, струдностей. Ма, хавта, кумалу дистам, ма, нитарсистам, манико, керзген, кустон. Кустон, беш-пере буга, ив, вигувур дар манна. Кот, омарайсо, вигувур. Ай, нэ, кот, омазохтай, шарды, шефанд дар дайтует. Кошао фаршы хажара дар нармал не кусын, ама, хенчао дар кустар. Ма, сакханжелы канам байдан. Несмотря на свои 83 года, Федося до сих пор в профессии и всегда готова прийти на помощь. Она не привыкла сидеть без дела и никому не советует. И дома, и на работе. У ветеринара полный порядок. Она обрабатывает свой огород, а выращенным урожаем нередко угощает коллектив. Профессионал и просто хороший человек, отзываются коллеги. Уже прививка, уже профилактические прививки. Ольга, дар джуру, розогу. Мамежуров-то из Донгдан-Калкунчевска. Мадам, магичная, фастомасижа, раскомна. Мадам, фузбил яборствую. Мадам, розорствую. Шамай, со фузбитфильшир. А буквально несколько дней назад Федося Георгиевна получила высокую государственную награду за добросовестный и многолетний труд президента Лангаглоев вручил ей орден почета. Приятно, когда твой труд оценивают на таком высоком уровне, отметила она. Районы дармэн роттой, мамэн, область дар грамот отароттой. Масанэгун, масанэна, президент, эзо фсармэкоттун, а я слабул, мави, манэн, автоуважение, мамэн, авторавдон. Вариант коррозы. Федосия вырастила троих детей, немало вложила и в воспитание внуков. Говорит, что возраст не помеха и по-прежнему готова трудиться, передавать свой опыт и знания молодым специалистам. Алена Алтаева, Заур Устаев, Зарим Марсоева. Информационный выпуск сегодня. Летний период, время отдыха, каникул, отпусков. Для горожан предоставляется возможность приятного времяпровождения на театральной площади. Здесь продолжает свою работу летний кинотеатр. По вторникам и четвергам под открытым небом можно ознакомиться с продуктом мирового кинематографа. В приоритете предпочтение юных зрителей. Каждый сеанс предваряют мультфильмы. Организаторы отмечают, что в планах и показ фильмов о событиях на Донбассе. Городское управление культуры продолжает проект «Летний кинотеатр под открытым небом». Каждый желающий сможет посмотреть полюбившиеся фильмы, как зарубежной кинематографии, так и лучшие советские и российские ленты. Наш проект «Летний кинотеатр под звездным небом» уже второй год подряд проходит на центральной площади, возле фонтана. Фонтан не мешает. Только когда бывает жарко, он приятно освежает. Поэтому всем доброго отдыха во время просмотра кинофильма. Приходите, отдыхайте. Встретим много добрых людей, наших знакомых. Приятно бывает, когда делимся впечатлением. Поэтому всем доброго настроения. Кинопоказы проходят еженедельно по вторникам и четвергам в 8 часов вечера. По словам Игоря Тасоева, при содействии «Русского дома» будут показаны фильмы о событиях на Донбассе. В четверг будет показан фильм, который мы совместно предлагаем нашим жителям вместе с «Русским домом» в Цхинвале. Это художественный фильм о последних событиях в мире о спецоперациях. Как отметил Игорь Тасоев, они прислушиваются к мнению зрителей и таким образом подбирают фильмы. Ну, бывает иногда по просьбам наших жителей, гостей столицы, чтобы показали фильм чуть-чуть более современный. Поэтому мы и идем на встречу и будем показывать эти фильмы. Мы прислушиваемся мнению наших зрителей. Хочется всем пожелать во время просмотра кинофильмов добрых настроений, приятных впечатлений. И завтрашний мне хороших воспоминаний. Всем в нашем городе доброго настроения. Кроме того, перед каждым сеансом маленьких зрителей ждет показ мультфильмов. Оксана Джуэва, Олимпий Теев, ГТРК «ИР». Информационный выпуск сегодня. Более 50 представителей школы дюдо прошли подготовительные сборы. Тренировки обязательно скажутся на дальнейших результатах спортсменов. Ведь впереди участие в первенстве Северокавказского федерального округа. Подробности в материале, подготовленном нашим спортивным обозревателем Батратзом Хуриевым. Очередная группа спортсменов прошла подготовительные сборы. На этот раз к новому сезону готовились дюдоисты. Более 50 спортсменов проходили усиленные тренировки в школе дюдо Узнаурского района. Тренировки проводились согласно специально подготовленной программе. В заключительный день был проведен мини-турнир по волейболу. Кроме тренировок в свободное время, спортсменам были проведены экскурсии по историческим местам района. Тренировочные сборы прошли дюдоисты Схенвала, Знаура и Ленингорского района. А также спортсмены из Северной Осетии. По словам северостинских спортсменов, в Знаурской школе дюдо прекрасные условия для тренировок. Сборы прошли хорошо. Тут кормят очень хорошо. Тренировка бывает три раза в день. Зарядка, кросс, кинонос еще бывает. Среди участников тренировочных сборов мастер спорта России Суслан Валиев. Он готовится к всероссийским соревнованиям, которые пройдут в Толятии. Северной Осетии Проведенными сборами доволен и тренер Георгий Тулоев. По его словам, эти тренировки обязательно скажутся на результатах спортсменов. Дюдоистам предстоит принять участие в первенстве Северо-Кавказского федерального округа, где и будут определены участники первенства России. Батрас Хурьев, Рауль Кочиев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В Республике переменная облачность, дождь. В Знаурском районе днем плюс 24, ночью 14 градусов тепла. В Цаусском районе днем плюс 23, ночью плюс 14. В городе Квайса днем плюс 22, ночью 13 градусов тепла. В Ленингорском районе днем плюс 25, ночью 15 градусов с плюсовой отметкой. Столица Республики в Цхенвале днем 24 градуса тепла, ночью плюс 15. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуэева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин